Продолжение следует... Мафта вам приношу! Жил в Сиракузах некий пожилой купец. Вам близнеца родились у него. И так похожи друг на друга, что кормилица их отличить была не в силах. Мать и та, хоть и сама их родила, опутала. Один из них похищен был. Второго брата, что остался, нарекли тогда Менехмам. Имя дав ему пропавшего. Едва он вырос, Странствовать отправился, Найти, надеясь, брата. До беда мне он его нашел, Но прежде чем им встретиться, Клевнул он горе! О, нет! Ну, вперед! У тебя не были лица это! До чего же это просто Потеряться, разлучиться? В жизни многие такое испытали, говорят. Никто, никто на свете Нынче нам не поручится, Что под тем плащом зеленым Не скрывается твой брат. Даже если ты имеешь Ни одинешек дукатов, Даже если тебя герцог видеть рад. Очень трудно быть счастливым, Ведь и праздновать награды, Если ты зовешься братом, И не знаешь, где твой брат. Ну, а если вы к тому же, Где капли с ним похожи, Очень просто перепутать Ваши судьбы и следы. Встречи тоже ведь бывают Без цветов и украшений, Трудно избежать пинков и ссор. Для тебя миллион ошибок И нелепых положений, Даже если ты солидный, Уважаемый сильный. За тобою посмеются, Ну, так что же тут плохого? Неожиданно споткнешься, Встань и зашагай опять. От ушибов и ошибок Глядь, кто-то застрахован, Но зато тебя в награду Будет встреча где-то ждать. Да чего же это просто Потеряться, разлучиться, Испытались, и такое говорят. И никто, никто на свете Личинам не поручится, Что под тем плащом зеленым Не скрывается твой брак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двенадцатый уж час. Стыдись, сестра, Как гнев тебе не идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двенадцатый уж час. Субтитры создавал DimaTorzok Двенадцатый уж час. Субтитры создавал DimaTorzok Недалеко к сегодня под стражу взят купец из Сиракурса. И если он себя не выкупит, его казнят. Сейчас. Оп! Вот деньги, что вы на сохранение отдали. Остановитесь в гостинице Центавр. Там кормят хорошо. Хозяин мой партнер, в торговом деле. Прекрасно. Стащи их, дробио, в гостиницу Центавра. И жди меня, туда я через час приду обедать. Тащи! Другой вас поймал на слове и впрямь стащил. Ведь ноша не дурна. Веселый малый мой слуга. Он каждый раз, когда меня томят заботы и тоска, Печаль моя умеет разогнать веселыми остротами своими. Теперь вы в безопасности. Всех благ. Желаю вам всех удовольствий. Желающий мне благ и удовольствия желает то, чего я не могу нигде найти. Отыскивая брата, я в поисках себя уж потерял. Вы не желаете со мной отобедать у Центавра? Дела. Поэтому простите. Вот в пять часов мы снова можем встретиться. И коль не возражаете, мы время проведем до ночи. Прекрасно. Так я вас буду ждать. Прощайте. Прошли, милый, прошли. Антифол? Ну как? Что ну как? О, да ты сердит и настороже. А может быть Георгий тоже сыграл с тобой дурную шутку? Какой Георгий? Встречает он меня, как я тебя. И говорит, вот что, дорогой мой, поскорее помойся. И быстро ко мне. Да, и приводи с собой куртизанку, а до него он. Ну мы же бывали у нее. У нее с тобой. Антифол. А я осел. Побежал к ней, когда я ей сказал, кто ее приглашает, я чуть было не попал в большую беду. Представляешь, этот Георгий... Это вот тот самый Георгий? Ну да, мелочи, прижимист при расплате. А за прошлый раз он ее вообще не заплатил. И вот она хватает полный горшок с очага и чуть было не оспарила меня. Если бы я не успел показать пятки. Все, давай-давайте переедем. Пора уж накрывать на стол. Он в обществе любовниц проведет весь день, жене не кинув ласки. И вес тара. Пустая ревность может так смутить. Другой он занят весь, иначе был со мною. Цепочку обещал мне подарить. Уж лучше бы обещаний не держал, а не грязнил супружеского ложа. Сегодня годовщина обручения. Он обещал к 12 часам. Он обещал к 12 часам. А где он? Опять. Ты слышишь? Ах, потаскушка! И каждый день, да что же это такое, каплун сгорел? И поросенок, и поросенок свалился средь тела. Он здесь устроился. Ты не хозяин, где твой хозяин? Что молчишь? Я бегом, я найду. Весь город обыщу. Иди ищи, скажи остыл обед. Беги быстрее. Так быстро вернулся ты. Так быстро. Скорее, бы вас спросить, что я забежал, я так сильно. В 12 часах ударила, по моей щеке ударила х... хозяйка. Ну ладно. Она взгречилась от того, что обед простыл. Обед простыл от того, что вы домой едете. Ну, перестань дурачиться. Скажи-ка лучше, куда девал ты деньги, что я дал? Шесть пенсов. Ну, послушай, я дурачиться не склонен. Где деньги? Как смело ставить ты такую сумму без присмотра? А? Шутите лучше себе за стол. Меня прислала госпожа. Где деньги, что я дал на сохранение? Мне? Перестань дурачиться. Скажи, как выполнен тобой приказ? Мне приказали привезти вас с рынка домой. И госпожа с сестрой вас ждут давно. Не будь я христианин, коли не скажешь. Где золото надежное спрятал ты, я проломлю башку твою пустую. Моя башка, то счет ведет тому, что дали вы. А щеке, что хозяйка. Повесься ты с хозяйкой. Хозяйка, кто твоя хозяйка, раб? Супруга ваша, без вас они не сядут за обед. Она давно вас ждет обиды. Теперь уж ты нахально врешь в глаза. Так вот тебе, на, получи, скотина! Мерзавец! Скажи, любезный, гостиница Центавра где у вас? Можете так и так. Так-то... Субтитры создавал DimaTorzok Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Нет, не идет ни муж, ни слуга. Теперь уж два часа, наверное, есть. Быть может, пригласили его к себе знакомые купцы. И он пошел обедать к ним. Мужчина ведь властитель над своей свободой. Поэтому сестрица, тревожиться не следует тебе. Вон твой слуга. Недолго мужа ждать. Ну? Что ж ты молчишь? Идет твой господин медлитель. Он-то не идет. А вот я на силу от него ушел. И об ухо мои. Да вы свидетели. Ты звал его, так что же он сказал? Да речь его заехала мне в ухо. Едва слова его я понял. Он говорил так странно, был неясен смысл. Ну? Да нет, говорил он звонко, но как-то странно. Ты звал его, так что же он сказал? Идет ли он домой? Так, скажу я вот вам что. Что? Да. Да. Вспесился? Господин мой, как рогатый. Ты негодяй! Как смел ты мне сказать? Рогатый! Не так, как муж рогатый. Он совсем взбесился. Что? Вот. Готов обед, где деньги говорит? Ну? Жарко и стынет, где деньги, говорит. Хозяйка ждет. Повесься ты с хозяйкой. Он так сказал? Повесься ты с хозяйкой? Да, так сказал он. Да, он сказал. Что он сказал? К черту говорит. Ты врешь ты все. Всех. Не хочу ни дома, ни жены. Он не сказал так. И тот ответ мне на уши повесил. Ты врешь, Лизанна, что ж ты стоишь? Ты дай ему, ступай, зови его домой. Осел безмозглый. Все бьют меня, я словно мяч, но только с синяками. Один ревнив, другой горяч. Беседа с кулаками. Со мною часто говорят. И я отмечен буду скоро. Висят макушки и допят. Следами этих разговоров. Любой поставленный синяк мне сказанная фраза. Под левым глазом ты дурак, где мой супруг под правым. Синяк на лбу, не лезь в окно. А на спине ленив ты очень. Разбито ухо, где вино. Пино под за спокойной ночи. Все бьют меня, я словно мяч, но только с синяками. Один ревнив, другой горяч. Беседа с кулаками. Но я не жалуюсь пока. И подчиняюсь воле рока. От тумака до тумака. Живется, в общем, мне неплохо. Доброе утро. Р record. А-а-а! Ну что, прошла веселость почтеннейшей? Ну начинай опять шутить, коли побои любишь. С ума сошел ты что ли, что начал вдруг мне так безумно врать? Я врал? Я вам не говорил ни слова. А полчаса назад на рынке? Я вас в глаза не видел. Ты говорил без денег, что тебе не отдавалось золото, что послан ты хозяйкой. Смысл шутки в чем? Скажите, господин. Опять ты мне в лицо смеешься? Раб, по-твоему шучу я? Так вот тебе. На, получи, мерзавец. За что? Побои эти. Ах, ты мерзавец. Ах ты, скотина. Смотрите, эти. Вон, выдают нам знаки. Смотри, смотри, как на чужую, и брови хмурь. Ты ласковый с свой взгляды ришь другой, я тебе никто. Я не жена твоя, не Адриана. Сударыня, ко мне ли ваши речи? А было время, и ты охотно клялся, что ничего прекраснее не видел и слаще слов не слышал никогда. Бесвкусными все кушаньи оказались, когда я не с тобой речь вела. И это все вы говорите мне, сударыня? Тебе. Как бы глубоко тебя вдруг поразила вещь, что упала я. Ты бы отшвырнул в презрение моим имя мужа, сорвал кольцо венчальное с руки и дал развод. Ты это сделал бы, ответь, ты это сделал бы, так делай это сразу. Прости. Сударыня, ко мне ли ваши речи? Я два часа в Эфессе. Мне этот город чушь, как смысл речей твоих. Да что ты говоришь? Я слушал вас, я полон был внимания, и все же я далек от понимания. Ах, брат, я вас совсем не узнаю. С моей сестрой вы так не обращались до сих пор. К вам Дромио, она послалась тем, чтобы вас позвать к обеду. Дромио. Меня? Тебя! И, возвратясь, ты говорил, что он тебя побил, крича, не знаю, и знать я не хочу, ни дома, ни жены, ты это говорил, а? А-а-а. Так с этой дамой сговорились вы. Я ее в глаза не видел. Лжешь, мерзавец, на площади, ты эти же слова мне передал. Да, сударь, я не говорил ни слова. Тогда откуда наши имена, она узнала по наитию, что ли? О, как свое достоинство ты унижаешь тем, что подстрекаешь низкого раба противоречить мне? Оскорблена уже твоим я охлаждением. О, антифол. Зачем удар усиливать презрением? Да. Эта речь обращена ко мне. Уж не женился ли я на ней во сне? Или я сплю? И это все виденье... Ну, муж мой, отобедай со мной. Исповедайся в своих проделках и грехах. А ты, Плут, останься здесь и сторожи. А спросят, где господин, скажи, ушел. И не впускай. Пошли. Что ж, господин? Мне дверь, что ли, сторожить? Пойдемте, брат. Успел обед остыть. Пойдемте, брат. Пойдемте, брат. Пойдемте, брат. Субтитры создавал DimaTorzok Я на земле, на небе или в аду, Я сплю или нет, здоров или ум теряю. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Чувство жгучего стыда, я чей грех безмерен, Пока я свое огласить намерен. Был я молод, был я глуп, был я легковерен, В наслаждениях мирских часто не умерен. Как бескорно чевала дья в море ошалела, Я мотался день-деньской по земным пределам, Чтоб сидеть мне в заперти, чтоб заняться делом, Нет, к трактирщикам бегу или к виноделам. Был я молод, был я глуп, был я легковерен, В наслаждениях мирских часто не умерен. Я унылою тоску ненавидел сроду, Но зато предпочитал радость и свободу. И в Венере был готов жизнь отдать в угоду, Потому что для меня гефки слаще меду. Вот этот плут нахально врет в глаза мне, Что я на площади его сегодня встретил, Что будто я отколотил его, Что от жены и дома я отрекся. Избили вы меня, и вот следы от ваших рук. Да, осел, вот что мне сдается. Вы грустны, пальтоса. Идем ко мне. Обед роскошный приготовила жена. Обед недорог мне. Мне дорог ваш привет. Обед веселый тот, Где пищу скудную, а радушие дает. Синьор Анжело, прошу вас мне помочь. Жена моя Не любит опозданий. Скажите ей, что в вашей мастерской я задержался, Глядя, как готовят цепь, Что принесете вы ей завтра. С охотой я скажу. Жена моя Ужасная, Когда домой я поздно прихожу. Другие могут дать обед получше. Но уж радушие такого Не ищите, Не встретите нигде. Да. Однако, погодите. Все заперто. Эй ты, пойди сейчас, скажи, что вы впустили нас. Ну, эй. Бригитта, Юлия, Цитилья, Мария. Дурак, осел, скотина. Копнул безмозглый прочь от дверей. Эй, Цитилья, Бригитта, Джейн, Мот. Дурак, колпак, бездельник, скопище заплат. Что ты боясь, привратник, отпирай. Мой господин стоит на улице. Пускай хозяин твой Идет туда, откуда он пришел. Не то протянет ноги. Кто это говорит? Эй, открывайте. Коль скажете, зачем, тогда открою вам. Эй, Олух. Зачем? Чтоб сесть за стол. Обедать мне давайте. Не будет вам обеда. Кто ты? Как меня ты смеешь в дом мой не пускать? Я дроме, он привратник здешний. Вот меня как звать. Негодяй, украл ты должность. Да еще и имя. Кто там за дверью? Я дромео. Пусти нас, Люция. Мой господин стучится. Позденько он приплесся к нам. Так и скажи ему. Вас Люция зовут. Отлично вы сумели им ответить. Смех-то. Эй, слышишь, палку я возьму. Какую и когда? У палки есть другой конец. Ну что, я надеюсь, ты нас впустишь, милая. Об этом я у вас спросила, кажется. И вы нам отказали, впустишь или нет. Вы уж раз меня спросили. И был вам дан ответ. Отворяй сейчас, скотина. Ага, было б для кого? Стучите в дверь. Стучите ничего. Вот так. Ну еще раз. Давай, давай. Ты посильнее, чтоб стало больно ей. Что там за шум? Что там за шум? Я словно губ коснулся ваших. Вы забываетесь. Богиня вы. Молчите. Что там за шум? Кто это за дверьми? Чего вы там шумите? А-а-а-а! Жена моя! Ну, наконец-то! Жена? Ах ты, негодный плут! Пошел отсюда! Вон! Вы слышали, жена! Давай полено мне! Я выломаю двери! Давай скорее! Не мешкай! Давай! Эх! Давай скорей! Эх! Быстрее! Ах, негодяй! Такая помощь от тебя! Ты, видно, с ними в заговоре? Я же вам сказал, поберегись! О, негодяй! С тобой я после разберусь! Мне б только в дом ворваться! Нет, не делайте насилия! Неси скорее лом! Скорее лом тащи мне! Я прошу вас! Полено, лом! Долбить без перерыва! Долбить без перерыва! Без перерыва я прошу долбить! Послушайте советы моего. Пойдемте в тигр. Спокойно, Победа. С силой в дверь ломясь, средь бела дня вы хоть дадите сплетням. Призренная толпа злословием запятнает ваше имя. Вы правы. С вами я пойду и даже, как не трудно это, надеюсь быть веселым. Победа, есть у меня знакомая бабенка. Она умна и хороша собой. Жена моя меня ревнует очень. А обедать мы пойдем к моей подружке. А я что говорю? Вас, Анжела, прошу сходить за цепью. Теперь она, я думаю, готова. И в дом ежа, так этот дом зовут, ее мне принесите. Цепь эту я подарю своей милашке, чтобы рассердить жену. А? Поторопитесь, друг любезный. Я собственную дверь нашел сокрытой, так постучусь в другую. Не выгонит оттуда, я надеюсь. Тебе смешно. Мой дом, меня, моих гостей, меня обланили. Водой облили, вернее, помоями. Ай, как это остроумно. Что остроумно? Да все твои шуточки. От этих шуточек кое-кому не поздоровится. Я Дромео пошлю канадчику за плетью и ею угощу мою супругу. Вот, Бальтасар, свидетель. Бальтасар! Терпение, сударь, не годится это. Вы шумом навлечете подозрения на добродетель собственной жены. А, пианон! Оставь его. Пусть спит. Наверное, пусть он спит. Поговорим с тобой наедине, Петалом. Ну что ж, возьми. Я Петалом сегодня заработаю от тебя венок из сельдерея. День хлопотный. Устала слишком я. Сейчас в спальню отдохнуть немного. Ты не устал, мой муж? Нет-нет. Вернее, я устал. Но лучше я пройдусь. Да, лучше в сад я выйду. На воздухе, пожалуй, отдохну. Ну что ж, тебе видней. Спала я ночью дурно. Да, быть может, днем уснул. Хм? 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Подумайте, безумец, вы теперь двойным грехом пред ней виноваты и брачного союза нарушением, и тем, что все у вас на языке. Ах, бедных нас хоть верить заставляйте свою любовь. Доверчив женский нрав, любя других им руку отдавайте, но нам зато дарите хоть за рукав. Идите же, любезный брат, домой, спешите там приветливостью нежной мою сестру утешить и женой назвать. Прекрасная! Не знаю, как вас звать и не пойму, какими чудесами вы угадать, как я зовусь могли. Любезностью и умными речами вы превзошли все прелести земли. Богиня вы! И, может быть, скажите, хотели бы вы меня пересоздать? О, если так, спешите к этой цели, могучи вы, я буду побежден. Но, коль я тот, кем был на самом деле до этих пор, то твердо убежден, что с вашей рыдающей сестрою не связан я, что не была она женой мне. Нет, нет, одной тобою, одной тобой душа моя полна. Вы обезумели, я вас не понимаю. Нет, только стал слепым, а как и сам не знаю. Глаза вас подвели. Я тем испортил их, что пристально глядел на блеск очей твоих. Ступайте же к сестре, сестра вас ждет. О, Боже! Ну, согласись, своей сестрою стать. Прошу, не торопитесь, умерьте ваш порыв. Неплохо бы узнать, готова ли сестра согласие дать. Прошу, не торопитесь. Что делать мне, ужас? Уйди другую, очаруй. Зачем он мне нужен? Не прошу на этот поцелуй. Сердцем не сладить и не вернуть уже покой. Ах, как не кстати это случилось вдруг со мной. Как будто раскаленной печатью коснулся ты меня. Пройдет твоя влюбленность, ты не расходуй зря огня. С сердцем не сладить и не вернуть уже покой. Ах, как не кстати это случилось вдруг со мной. КОНЕЦ Как, господи! Герцог, герцог! Светлейший герцог, смею вас заверить, что комедия Миннахми весьма противов. Но слишком печально, а мы хотим веселья. Светлейший герцог, позвольте показать ее. Будем пить и веселиться! Нет, нет! Так, соблазнял тебя он, Люциана. Он отрицал твои права над ним. Из них он не считался ни с одним. Он мне поклялся, что в нашем городе он чужестранец. Он был всегда клятвопреступником. Тогда заговорила я за тебя. И что же? В любви, что я тебе молила, он у меня молить стал для себя. И чем же он хотел склонить к любви тебя? Такими нежными словами, что когда бы он не бесчестен был, увлечься я могла. И красоте моей, и всем словам он воздавал хвалу. Ты с утра старалась. Потерпи, молю. А как ты говорила с ним? Должно быть ласково. Да будь же, ради бога, терпеливей. Ненавижу. Ах он старик, поношенный, худой, порочный, безобразный телом и душой. Жестокий, глупый, грязный, больной, чудовищный. Возможно ли, скажи, чтоб человек такой вас ревность возбуждал? Но я должна сознаться, что только на словах он мне не мил, а молиться о нем душа моя. И хоть кляну, люблю сильней всего на свете. Где он? Тогда пойдем к нему. Пол! Где у моих страданий вера? Ты сведешь меня с ума. Если так я умела, Я бы мучила сама. Я бы мучила. Я играла бы тобою, Я б другим была добра. Ты б ревностью и болью Изводился до утра. Как бы я тебя, мой милый, Беззаботно я влекла. Я тебя бы позабыла, Если б только я могла. Если б я могла. Ты б мучился ночами, Взгляд бы твой утратил блеск. Но остальными обручами я прикована к тебе. Дромео, Куда бежишь так скоро? Разве вы меня знаете? Разве я Дромео? Разве я ваш слуга? Разве я я? Да, ты Дромео. Ты мой слуга. Ты ты, а я антифол. Я осел. Я слуга женщины. Я совсем не я. Подожди, какой женщины? Женщины, Которые предъявляют Ха-ха-ха. На меня свои права. Она мне рассказала Все мои приметы На моем теле. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ах-ха-ха. Ах-ха-ха. Бррр. Ах-ха-ха. Ты антифол. Да. Так, меня зовут? Я знаю это. Вот ваша цепь. Моя? Я думал, вас в еже застану. Цепь не была готова. Я запоздал. Потом решил идти не в еж, а прямо к вам домой. А что мне с нею делать? Что вам угодно. Ваша ведь она? Она моя. Я... Ступайте же домой. Порадуйте скорей жену подарком. В час ужина зайду к вам, и тогда вы мне за цепь заплатите. Уж лучше вы сейчас возьмите долг. Я тороплюсь. Простите. До скорой встречи, антифол. Ах-ха-ха. Ах-ха-ха-ха. Ах-ха-ха-ха-ха. Беги скорее в гавань. Ищи корабль к отплытию готовый. И прочь отсюда. Мне кажется, что я схожу с ума. Весь город знает нас. А мы в нем никого. Ага. Сейчас уйти я должен непременно. А что до цепи, ты не беспокойся. За ней сегодня же зайду к Анжелло. А мне прошу венок на голову надеть. Его я заслужил, надеюсь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы строиться на дня должны мне эту сумму. Из-за нее я не пристал бы к вам, мне надо съездить в Персию. И потому прошу сейчас мне уплатить. Иначе немедленно вас этот господин сведет в тюрьму. Точно такую сумму, какую я вам должен? Получить мне надо с антифола. Я цепь ему вручил. Он в пять часов заплатит за нее. А, вот и ювелир. Вы дали слово, что придете и принесете цепь. Но не пришлось увидеть мне ни вас, ни этой цепи за то. Шутить мне время. И извольте счет. Тут в вашей цепи вес до одного карата. Тут и проба, и стоимость работы. Прошу вас, заплатить немедленно. Уходит время. Вы будете платить или нет? Вот видите, меня торопят. Давайте цепи я вам заплачу. Ну, полно же. Вы знаете, что цепь только что я вам отдал. Ну, где же цепь? Ну, покажите цепь. Мне некогда выслушивать ваши шутки. Вы будете платить или нет? Иначе я вас передам приставу. Мне вам платить? Вот новости. Скажите, зачем платить я деньги должен вам? Я вас вообще не знаю. Какие деньги? Которые вы мне должны за цепи. Пока от вас не получу я цепи, я ничего не должен никому. Где цепь? Я отдал вам. Мне? У вас она должна быть. Ну, полно же. Пожалуйста, верните мне цепь или заплатите деньги. От вас я ничего не получал. Обидно мне выслушивать все это. Пристав! Арестуйте его. Я арестую вас. Угу. И приглашаю мне повиноваться во имя герцога. Ммм, репутацию теряю. Или платите деньги, или прикажу приставу сейчас же взять вас в тюрьму. От вас я ничего не получал. Коль смеешь, арестуй меня, болван. Пристав, арестуйте его. Родному брату не простил бы я, когда бы он стал так нагло издеваться. Вы слышали? Я арестую вас. Покуда вам я выкуп не представлю, я повинуюсь вам. Но вы, почтеннейший, так дорого заплатите за шутку эту, что всех металлов в вашей лавке не достанет. Обойдите белый свет. Всюду мой найдете след. И во всех святых местах мое имя на устах. Вот так судьба. Жизнь меня как щепку носит. Был я лекарем, не носит. Был я пекарем, накритит. Но во всех краях подряд был я бит или женат. Приходилось мне в итоге уносить поспешно ноги. Вот так судьба. Я в Веронне и в Афинах в погребах скрывался винах и играл в бомбе и в кости. Я к султану приходил, был приветлив, он и мил. И не раз я на заре посещал его гарем. Вот так судьба. Всюду ждет одно и то же. Женят, бьют меня, и все же я храню свою свободу. Обойдите белый свет. Всюду мой найдете след. И во всех святых местах мое имя на устах. Вот так судьба. Вот так судьба. Эй, Антифул! Антифул, благодарю вас за любезность. Не стоят пустяки. Быть может, вам судить? Сейчас я при деньгах. Нет, нет, благодарю. Благодарю покорно. Зашли бы вы ко мне. Зайду я непременно. Когда? В четверг. Нет, в пятницу. А может, в понедельник. О, Антифул, товар великолепный. Вы можете забрать все хоть сегодня. Отборные фрукты, вино. Вы можете не сомневаться, а деньги мне не к спеху. Только не обманите, я буду ждать. Антифул, все сделано, как вы просили. Атлас для вас специально куплен мерку. Снять, позвольте. Да, вы слышали, Антифул? Приехал какой-то бродячий театр. И говорят, будто герцог разрешил им ручку, пожалуйста, позвольте. Вот так, дать представление на рыночной площади. Не понимаю, зачем такое позволяют власти? При старом герцоге нраву были строже, извините. Надеюсь, вы согласны со мной? Так. В крайнем случае, за городской стеной, за рвом. Там, где хоронят преступников. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы? Чёрт! Куда же вы? Чёрт! Куда же вы? Эй, Дромио, поторопись, любезный! Где пристав? Вот деньги. Она безропотно мне их дала. Какой пристав? Какие деньги? О чем ты говоришь? Об Адаме, который свержет не рай, тюрьму. Послушай, я уже тебя не понимаю. Не понимаете? Нет. Я говорю о человеке, который вас в тюрьму тащил. Послушай, прекрати эти бредни. Скажи, есть какой-нибудь корабль? Можем мы отсюда уехать? Я час назад вам говорил. Нас ждал корабль из Эпидамна, а вас в тюрьму вели. Вы за деньгами меня послали. Мой раб в бреду, ну точно как и я, блуждаемый в каких-то сновидениях. Спасите нас, святые силы неба. Пора нам прочь отсюда. Да. Антифон. Я думаю, что это проделки чародейства. Не подходите к ней. Как рада видеть я тебя. Из-за небес. Рассыпься, слона. Ты отискал, я вижу, ювелира. Ведь вот та цепь, что обещал ты мне. Прочь, ведьма. Ну и шутник. И твой слуга, и ты сегодня чудо как веселый. Пошли ко мне. И по пути закупим все на ужин. Зачем ты мне толкуешь об ужине? Ты ведьма. Заклинаю тебя. Рассыпься. Как и все в этом городе. Ты ведьма. Уйди, исчезни, слона. Ну, негодяй. Придешь ты ко мне на ужин и слезы лить. Уж я тебе припомню. Исчезни, ведьма. Верни мне перстень или отдай мне цепь. Побойтесь, не давайте. Отдай. Я говорю. Неужели ты захочешь меня ограбить? Изведи. Изведи, стона. Рассыпься, ведьма. В дроне. Бежим. Да он с ума сошел. Глаза блестели. Как сразу это я не поняла. С ума сошел. Сударыня, где ж вы? Я не имею наследства. Я имею только жалкие и выплаканные подарки. Жалких любовников. А ваш муж ворвался сегодня и силой отобрал кольцо. Мой муж, боже мой. Он сошел с ума. Неужто? Да. Вы уверены? Он безумен. Речь такая невнятная, этот гнев внезапный. Да, я заметила. Он сошел с ума. Да, я заметила, что он немного не в себе, а какой-то странный. Он отобрал кольцо, дугатов сорок. Но обещал взамен мне цепь дороже. Он эту цепь ювелира для меня заказывал. Я не о вашей цепи говорю. Я говорю о кольце моем в сорок дугатов. Я бедная девушка. И немалая потеря. Я заплачу. Люциана! Ага. Послать бы надо за лекарем, за пинчем. Да что случилось? Мой супруг вот. А он сошел с ума. Ну где он и где его искать? А где он? Он шел по улице и хохотал. Тише же. А цепь была на шее. Пойдем. Слезы катятся из глаз, арфы плачут струны. Посвящаю сей рассказ колесу фортуны. Испытал я на себе суть его вращения, Преисполнившись к судьбе чувством отвращения. Мнил я вверх, меня несет так, как я ошибся. Оступился и с высот в дребезги расшибся. И, взлетев под небеса до вершин почета, С поворотом колеса плюхнулся в болото. Вот уже другого выезд колесо возносит. Эй, приятель, берегись, не спасешься сброси. С нами жизнь, увы и ах, поступает грубо, И повержена в опрах города Ягикуба. А-а-а-а! Нет, я тебя понимаю. У каждого свое премесло. Народ теперь стал прижимистый. Жалобщики. Чуть суть герцогу жалобой. Вот и вы, сударь, верно жаловаться будете. А я-то здесь при чем? Не я вас закон арестовал. Ну, что, собачка? А-а-а! Вот и жена моя! А я... Ну что, скажите, ваш муж не сумасшедший? Да, эта грубость выдает его. А-а-а! Мой милый доктор, как ему рассудок возвратить? Ой-ой-ой! Доктор, я не могу. Прошу вас дать мне руку, я хочу прощупать пульс. Вот вам моя рука, и я ваш пульс хочу прощупать тоже. А-а-а! Прочь сатана, вселившись в него! Иди, колдун, я вовсе не безумен! Ох! У вас, милашка, завелся приятель. Не этот ли молодчик с шафрановой рожей в моем дому сегодня пировал? И потому вы запереть велели пред мужем и хозяином все двери? Ну, видит Бог! Не надо клятвь! Ведь дверь была закрыта, и я не мог проникнуть в дом мой! Ну, видит Бог! Что ты обедал дома! Я Богом поклянусь, что ты обедал дома! Дома? Дома ты обедал! Дома я обедал, и дверь моя была не заперта, и не прогнали нас! Дверь заперта была, и нас прогнали по морями об лифт! Жена меня ругала через дверь! Ругала! И судомойка-гевка вместе с ней! И судомойка вместе! И в бешенстве я должен был уйти! И в бешенстве должен! Я в бешенстве ушел оттуда! Ну, а куда они будем уточнять? Молчи ты, проклятая Богом потаскуха! Ах, я еще проклятая? Так вот тебе! Ну, я тебе сейчас! Тобою ювелир подучен был! Арестовать меня ты подучила! Вот Дромио здесь налицо! Я с ним, чтобы выкупить тебя, послала деньги! Как только он за ними прибежал! Со мною деньги? Да и я гроша не получал! Ты к ней ходил, чтобы взять мешок дукатов! Ну? Ты прибежал, и я их отдала! И я была свидетелем тому! Бог! И канатный мастер свидетели! Что я был послан только плеть купить! Ах, о чем дело? Все замолчите! Отвечайте оба! Сударыня и господин и раб его взбесились оба! Мне то показывает вид их страшный и мертвенный! Связать их надо! И выбрив головы, держать в потемках! В потемках? Скажи, зачем ты затворила дверь сегодня? А ты скажи, с какой целью отнекиваться вздумал от мешка с дукатами? Я милый муж, двери я не запирала! Я, господин, их точно не получал! А дверь они заприли пред нами! Ты негодяй, ты лгун, ты лжешь! Сама ты лжешь, распутница! Сама распутная жена! Я этими руками вырву твои глаза бесстыжие! Что им хотелось увидеть мой позор сегодня? А-а-а! Связать его! Связать ко мне, не подпускать! Связать ко мне, не подпускать! Ха-ха-ха! Прошу вас, здесь в аббат свидать приют! Случайно оказались мы в Эфесе! Мы чужестранцы, мы из Сиракуз! Из Сиракуз? Живя в тиши аббатства, я много лет не видела людей из Сиракуз. В аббатстве, в аббатстве. Закрыто. 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 Мой бедный муж безумный скрылся здесь. Пустите нас в обитель. Его мы крепко свяжем и уведем, чтобы дома полечить. Что, разорен он кораблекрушением? Или друга схоронил? Или, может быть, он увлечен любовью недостойной? Какой из этих бед он поражен? Из них из всех, быть может, лишь последний. Его все, что-то из дому, увлекло. И вы его за это упрекали? Да, упрекала. Как? Сурово, резко. Насколько скромность позволяла мне? Наедине. Случалось и на людях. Наверное, слишком мало. Нет, 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 нет. Ему об этом только и твердила. Ночами даже не давала спать и за обедом часто упрекала. В гостях на это намекала вечно. Всегда к тому сводила раскафор. Нет, 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 нет. Греху не потакала я. Вот почему твой муж сошел с ума. Вредней, чем псов взбесившихся укусы, ревнивых жен немолкнущий упрек. Ты сон его своей смущал обранью. Вот почему стал слаб он головой. Ему упреком пищу приправляла? Ее не мог усвоить он, волнуясь. Вот почему жар лихорадки в нем. Огонь в крови и есть огонь безумья. Ты, женщина, сама. Своей ревностью свела его с ума. Она всегда так мягко упрекала. А муж был груб. Не он, а она страдала. К чему сестра-то ей не возразишь? Вы мне самой заговорила совесть. Идемте все за ним. Нет. Пусть никто в обитель не вступает. Так и ваши люди приведут его. О нет. Я вам не дам его тревожить. Его не выдам вам я. Быть может, разум ему еще сумею возвратить. Идите же у нас, оставив мужа. Я не уйду. Я не отдам. Я не уйду. А я не отдам. Я не уйду. А я не отдам. Не уйду. А я не отдам. Смирись. Откройте, откройте, сейчас же, откройте. 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 Ты слышишь, герцог едет. У него, братья, защиты. Прошу защиты. Благородный герцог. Мой муж, мой антифол сегодня. Охвачен был безумья силой злой. На улицу он выбежал из дома с своим слугой. Безумным, как и он. И устрашая мирных граждан, начал врываться в их дома. И уносить алмазы, кольца. Все, что привлекало безумный взор его. Но. Да. Не может быть. Его нам удалось связать. Но он бежал с своим слугой. И вновь явился уже с мечом, им угрожая всем. Сбежались люди вновь. И вновь связали бы их. Но им удалось укрыться здесь, в аббатстве. О, разрешите мне, о, милостивый герцог, несчастных взять и увезти домой. Стучите в дверь. Зовите Аббатису. И здесь покоя нет. Бежим отсюда. Сюда! 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 Бежим отсюда! Бежим отсюда! Бежим отсюда! Эй, Ромер, ломай! Круши, приснуйся в волю! Ну, Ромер! А-а-а! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два близнеца, как капли две похожих. Их встреча, словно сон. Какое совпадение. Ну что же, будем петь и веселиться. А где актеры? Без нас сыграли вы комедия, братья. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok На тебя идущем прямо вдруг себя узнаешь ты Встречи тоже ведь бывают без цветов и украшений Трудно избежать пинков и ссор Для тебя миллион ошибок и нелепых положений Даже если ты солидный, уважаемый синьор Над тобою посмеются Ну так что же тут плохого? Неожиданно споткнешься встань и зашагай опять От ушибов и ошибок Вряд ли кто-то застрахован Но зато тебя в награду будет встреча где-то ждать Да чего же это просто потеряться, разлучиться Испытались, а такое говорят И никто, никто на свете Нынче нам не поручится Что по тем плащам зеленым И скрывается твой брат Субтитры создавал DimaTorzok